Грубые захваты, удары в спину, кулаком в лицо, запрещенные приемы в Кио-Кусинкай. За нарушение спортсмен подлежит дисквалификации. В целом эта разновидность карате считается одним из самых жестких стилей. Поединки проводятся в полный контакт беззащитного снаряжения. В минувшее воскресенье искусство владения Кио-Кусинкай продемонстрировали юниоры из 22 городов на открытом первенстве Щелковского муниципального района. Ну, конечно, все рады приехать к нам. Это одно из немногих таких больших спортивных арен, где и дышится легко, и соревнования приятно проводить, и зрителям все видно. Так что всем удачи без травм. Большое внимание развитию спорта уделяет администрация Щелковского района. Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений. Уже подходит к завершению и открытию ледового дворца в Щелковском муниципальном районе. И мы стараемся, чтобы в этом году, к концу года, к Новому году, сделать подарок, еще один подарок для жителей Щелковского муниципального района – открыть универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Центральной, где бы тоже развивался и данный вид спорта. Стоит отметить, что щелковские юниоры и юниорки, представляющие наш район на этих соревнованиях, участвовали и в первенстве России, и во всероссийских состязаниях боевых искусств. Они всерьез относятся к своему выбору в спорте и стремятся добиться лучших результатов. Совсем недавно, в сентябре, я ездила на чемпионат России. Там я заняла третье место. Это, конечно, было очень трудно. Среди спортсменов-участников из Москвы, Московской области, а также Владимирской, Тверской и Орловской, щелковцы показали хороший результат. Алимов Евгений занял первое место в категории 16-17 лет свыше 70 килограмм по кумите. В других категориях нашим землякам достались третьи места. Отличились Диана Физулина, Глазкова Мария, Кристина Логинова, Егор Кабин, Тимофей Черницкий и Георгий Шитиков. Победителям были вручены кубки, медали и грамоты, а также сувениры с символикой Щелковского муниципального района. Сила воли, самодисциплина и уважение к сопернику – вот главная составляющая Кио-Кусенгай. Для ребят победа в сегодняшнем чемпионате не самоцель, а лишь стартовая площадка для покорения новых вершин. Ольга Оржанова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова